Приветствую вас Аноним. Вы пишите, что вы боитесь за дочь. Знаете, первое, что нужно зафиксировать, это то, что ваш страх, он, ну, вполне себе адекватен. Я к тому, что это нормально бояться за своих детей, вот, нормально опасаться за них. Ну, как мне кажется, у вас здесь идёт, ну, как бы, такой перебор, да, перекос в сторону некой игр. Эгоистичности. Такой вот, то есть, это вот именно эгоистичность. Не в обязательно плохом смысле слова эгоистичность. Но эгоистичность есть. То есть, для меня сейчас она звучит примерно таким образом. Я совершил ошибку, вот, и теперь я не хочу, чтобы эту ошибку совершила, условно говоря, то есть, чтобы ты, чтобы ты же, вот, совершил такую же ошибку, я этого не хочу. Поэтому, 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 я, там, условно, там, буду тебя, там, всячески от этого оберегать, да, чтобы ты не совершил мою ошибку. Потому что, если ты совершишь мою ошибку, вот, то я буду чувствовать себя, там, условно говоря, хуже, хуже, хуже. Вот. И, наверное, наверное, вот, как мне, как мне кажется, что, эээ, вот эта ваша ошибка, которую, ну, вы могли бы совершить, эээ, и которую вы совершили, и которую теперь вы хотите исправить за счёт своей дочери. Есть проблема. Эээ, понятно, что есть ещё и страх, может быть, за её жизнь, но, мне думается, что, эээ, если есть страх за жизнь, эээ, ну, условно, ваша дочь, как пример. А, ух, вот. А, что он, этот страх, эээ, был ещё до того, как, ээээ, как эээ, вся эта ситуация с ребёнком у вас произошла. Потому что страх смерти экзистенциальный, какие-то вопросы, они возникают, ну, как правило, они возникают не в результате определенных событий. То есть это не, ну, это не драматичность, как таковая. Это скорее-скорее больше, это скорее больше то, что вот, ну, как-то потихонечку накапливается, понимаете, вот, и, соответственно, вам это нужно понять, вот, вам это нужно постараться увидеть и разграничить, вот, разграничить то, что направлено вас на дочь и то, что направлено вас на себя, вот, и, соответственно, дочери, дочери оставить то, что ей принадлежит, а, себе научиться брать то, что принадлежит вам. По сути. Вот. И это позволит вам быть более свободным, более естественным. Но важно понимать такой момент, что необходимо мужество признать свои ошибки. Ну, вообще, вот, в принципе, свои ошибки необходимо признать. Вот. И признать их не так, как вы это сделали. Так, вы, по сути. О-о-о-о-о-о-о-о, вы печуете себя. Вы печуете себя, а-о-о-о-о-о, как мне кажется. За-о-о-о-о-о-о, то-о-о-о-о-о-о-о-о. Ну, то есть вы обещаете себя за то, что не попустил ваших тогда, но по факту вы и по преднему не признаете, что человек может ошибаться, что ошибка это в целом нормально, и что ничего в этом, ну, как бы, такого нет. То есть, да, это, конечно, неприятно, да, это, конечно, достаточно, ну, грустно и болезненно, вот, если и когда это происходит. Но это нормально, это нормально, вот, что вы этот спор не можете принять. И, да, вы могли умереть, вы могли умереть, могла умереть ваша должность и так далее. Но, во-первых, по итогу остались и вот хорошо. Во-вторых, вам нужно вот несколько, ну, как мне кажется, более реалистично смотреть на вещи, на мир и принимать факт того, что может быть такая история, что кто-то умрет и что, может, может, может умереть вы, может умереть, а, к сожалению, может умереть ваша дочь, как в этом грустно и печально не звучало. Вот, это все естественно, вот. К этому не нужно стремиться специально. К этому не нужно стремиться специально. Но, в то же время, в то же время, на мой взгляд, по моему мнению, это и нельзя отрицать. А, в какой-то степени, вот, вот, в какой-то степени, вы, мне кажется, это делаете. То есть, вот, в какой-то степени вы отрицаете вот это самое реально. Понимаете? И, вот, как бы, вам это, эм, тяжело, на самом деле. Ну, тяжело, на самом деле. Эм, вот, эм, тяжело. Очень тяжело. Это правда. Ну, то есть, как бы, глупо это отрицать совершенно. Вот. Ну, я думаю, что на данный момент, э, сейчас вы, эм, как мне кажется, вот, практически ничего не делаете для, э, для того, чтобы э э… но как-то вот себе ситуация облегчит, то есть у вас есть вот такой момент, у вас есть такая тенденция, что вы пытаетесь оградить дочь, вот, от ошибок, но в глубине души мне так кажется, что вы знаете, вы знаете, что это не реально, вы знаете, что это невозможно, что невозможно оградить дочь от ошибок, мне кажется это нравится, но вы это не признаете, вот, и до тех пор вам будет сложно, поэтому помочь вам увидеть другую сторону, себя, своих возможных ошибок, своих взаимоотношений с дочерью, это наша первостепенная задача. На этом все, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.